Девушки отдыхают Девушки отдыхают О матчах, которые прошли на прошлой неделе, далее в обзоре расскажет Рустам Габасов Всем привет! С вами Рустам Габасов, а это наша еженедельная рубрика с обзорами матча Акбарса и Рубина. Давайте начнем! Первый день апреля и первый матч в финале Восточной конференции. Следующим соперником казанцев стал Омский Авангард, который неожиданно для многих не закрыл серию с Магнитогорским Металлургом в сухую. Уже на третьей минуте матча Акбарс оказывается в большинстве. После двух рикошетов шайбу в ворот управляет Дмитрий Когорлицкий. Игра была довольно равна, были моменты как у Акбарса, так и у Авангарда, но отличиться в первом периоде больше никому не удалось. 1-0 к перерыву. Во втором отрезке игры Авангард имел верные моменты сравнять счет. На 30-й минуте Грицуку не удается пробить ворота Белялова и тут же за это наказывает Омичи Дмитрий Когорлицкий, оформляя дубль. И 2-0 в пользу зеленых. В середине третьей десяти минутки Авангард играл в большинстве и Корбан Найт успешно реализует момент, отыгрывая одну шайбу для своей команды. Акбарс продолжал играть агрессивно в атаке и на 15-й минуте Кирилл Пуняков не попадает по пустым воротам. В концовке третьего периода Авангард давил казанцев и за 3,7 секунды до конца матча Корбан Найт сравнивает счет и переводит игру в овертайм. На третьей минуте дополнительного времени Кирилл Пуняков все-таки исправляется за предыдущий упущенный момент и приносит победу Акбарсу. 3-2 Казанцы одержат первую победу в серии с Авангардом. Далее поговорим о Рубине. 2 апреля команда провела встречу с московским Велесом на Акбарс-арене. Игру казанцы начали очень бодро и к 15-й минуте им удалось создать несколько опасных моментов, но очень серьезно подводила реализация. Нападение не может, защита поможет. По такому принципу Егору Тесленку после подачи углового удается открыть счет в матче. 1-0. Команды ушли на перерыв с минимальным преимуществом Рубина. Казанцы создавали опасные моменты у ворот соперника на протяжении всей игры, но следующий гол был забит московским клубом. Аюб Бацуев отправляет мяч в сетку. 1-1 к концу матча. Рубин в очередной раз теряет очки. Всего одну победу одержали казанцы после зимнего перерыва. Несмотря на это, они продолжают удерживать вторую строчку в таблице, которая гарантирует прямой выход в российскую премьер-лигу. А на этом все. Продолжаем активно следить за выступлениями наших клубов и радовать вас новыми обзорами. Казанскому федеральному университету отличилась яркими матчами в рамках студенческой баскетбольной лиги. В первой встрече женская команда встретилась со сборной авиационного института. В первой половине игры спортсменки КФУ моментально оторвались от соперников. У сборной КАИ разногласия случились прямо на поле. Спортсменки не могли договориться и плохо играли в обороне. К концу второй четверти КАИ смогли сработаться и забрать себе несколько очков. Тем временем федералы уже ушли далеко вперед. Счет 49-18 в пользу КФУ. Во второй половине игры КФУ продолжали увеличивать отрыв. За счет быстрых маневров и перехватов мяча федералы опередили авиационный институт на 50 очков. По итогу игры команда КФУ одержала победу со счетом 81-40. Именно в эти кольца очень сложно почему-то попадать. И именно в этом зале у нас почему-то всегда не получается. Но и команда наша была не очень сильно собрана. На тренировках мы постараемся повторить досконально все вот эти наши комбинации. И будем стараться забивать все штрафные. Ну и трешки конечно же. Второй матч для команды КФУ выдался еще удачнее. Федералы снова стали набирать очки с первых секунд. И сразу выбились в лидеры. За первую половину игры соперники сборной КГСУ смогли забить лишь два мяча. В то время как команда Казанского федерального набрала уже 71 очко. Во второй половине КГСУ немного собрались и забили еще несколько мячей. Федералы уже шли на рекорд. Забивали трехочковые несколько раз подряд. Перехватывали мяч на каждой атаке КГСУ. Как сказали сами спортсменки, это была легкая игра. Матч завершился с разгромным счетом 121-16 в пользу КФУ. Впечатление очень хорошее. В принципе игра была легкая. Потому что соперник сильный будет готов. Поэтому мы просто делали свою работу. Для мужской команды КФУ эта неделя тоже выдалась весьма удачной. Сборная давно идет к победе и с каждым матчем приближает свой успех. В первой встрече КФУ встретился со спортсменами авиационного института. Игра была на редкой зрелищной. Всю первую половину команды шли вровень. Однако КАИ смогли немного опередить соперников. По итогам второй четверти счет 33-31. Все остальное игровое время продолжались поочередные опережения командами друг друга. Счет был примерно равным. Победителя встречи определили последние три секунды игры. На тот момент был счет 53-53. Победа федералов была близка, как никогда. В этот момент спортсмен КАИ совершил трехочковый бросок, который оказался решающим. И принес команде авиационного института победу. Счет 56-53. Игра была сложная. Спасибо команде КФУ, что показали такую игру. Спасибо моей команде, что сыграли так, выполнили все установки тренера. КФУ хорошая команда, которая хорошо атакует и хорошо защищается. Против них всегда интересно играть и всегда сложно. Во втором матче с КГАСУ федералы играли быстро и технично. Не давали воли эмоциям и с самого начала игры вышли в лидеры. Соперники пытались совершить ответные атаки, но столкнулись с усиленной защитой КФУ. Первая половина игры закончилась со счетом 51-34 в пользу федералов. Уже тогда победа была близка. Во второй половине КГАСУ бросили все силы в атаку, но совсем забыли про оборону, чем умело воспользовались федералы. КФУ по-прежнему в лидерах. В финале матча федералы забивают еще несколько мячей, после чего одерживают долгожданную победу со счетом 84-70. Екатерина Торпова, Неделя спорта. Теперь переходим к мини-футболу. Спартакиада вузов Республики Татарстан по данному виду спорта продолжается. Сборная КФУ на этой неделе встречалась с лидером турнирной таблицы сборной КНИТУКАИ. К КФУ для хорошей жизни и для попадания в тройку призеров нужно забирать по максимуму из каждой игры. Получилось ли это сделать в этот раз, узнаем далее из нашего сюжета. Матчей до конца спартакиада по мини-футболу остается все меньше и меньше. А интриги в финальном раскладе турнирной таблицы все больше и больше. Сборной КФУ для уверенного попадания в тройку призеров нужно зарабатывать максимум очков и следить за результатами параллельных матчей. Однако такой расклад событий может быть перечеркнут сложным календарем. В шестом туре соперником КФУ были игроки КНИТУКАИ, лидеры турнирной таблицы. Матч начинался с поиска слабых мест в оборонительной линии. Первыми, кто нашелся в гну, оказались игроки КАИ. Им удалось вывести Ивана Блохина на ударную позицию, и тот открыл счет в матче 1-0. Спустя пару минут КФУ отвечает своим точным ударом. Даниил Таябин сравнивает счет встречи. Перед свистком на перерыв команда еще по раду смогли доставить мяч в ворота. У КАИ отличился Раниль Габидуном, а у КФУ Динар Гальев. Достаточно равная игра перешла во второй тайм. Психологический прессинг полностью охватил сборную КФУ. Весь второй тайм команда Федерального университета играла в игре субботбол. А после пропущенного мяча на 26-й минуте от Игоря Семенова и вовсе теряет контроль над игрой и идет в прямые столкновения. Достаточно много спортных моментов возникло за 10 минут до конца. 40-ая минута все ближе и ближе, а КФУ проигрывает с отставанием в один мяч. На счастье положение Федерального университета спасает гол Аделя Фарахова на 39-й минуте. 3-3 итоговый счет матч. Но за несколько секунд до финального свистка Николаев получает вторую желтую карточку, которая автоматически превращается в красную. Ничья в матче. КФУ забирает в копилку 1 очко, а сборная КНИТУКАИ досрочно становится чемпионом спартакиада за тур до конца. Мария Колтын, Софья Воронова, Неделя спорта. Продолжаем программу и теперь о хоккее. Студенческая хоккейная лига продолжается. И на прошлой неделе сборная Казанского федерального университета под руководством Алексея Ливанова провела две встречи. Первую против Казанского авиационного института, а вторую против Казанского государственного медицинского университета. В историческом противостоянии КФУ КАИ авиаторы открывают счет матча. Отличился Максим Дегтярев. До конца первых 15 минут КАИ удвоили преимущество, но сборная КФУ смогла ответить одной шайбой. 2-1 после первого периода. Во втором периоде забрасывали только игроки КАИ. Пять безответных шайб отправились в ворота КФУ. Ну а в третьем периоде команды особо голами не радовали. КФУ не смогли больше ответить сопернику, а Казанский авиационный институт под сирену забрасывает финальную шайбу. 8-1 первое поражение КФУ в сезоне. После разгромного проигрыша сборная КФУ начала второй круг чемпионата матчем с медицинским университетом. Результат матча был предсказуем еще до стартового вбрасывания. Игроки федерального университета свои ворота сохранили в неприкосновенности, а сопернику забросили 7 шайб за время всего матча. 7-0 очередная победа КФУ. Продолжаем тему студенческой хоккейной лиги. И сейчас у меня в гостях в студии появляется Алексей Николаевич Ливанов, главный тренер нашей хоккейной команды, Алексей Николаевич. Большой привет. Приветствую. Что же, можно сказать, что второй круг у нас уже начался, матчем с медицинским университетом. Верно же, да? Уже второй матч с ними играем. Да, все верно. Так как у нас осталась игра первого круга с Академией спорта, с университетом спорта, и они принимают участие во всероссийском финале, данная игра перенесена, и мы потихонечку уже стартовали во второй стадии, второй круг. Но прежде чем мы поговорим о матче с КГМУ, заглянем в предыдущий матч с авиационным институтом, первое поражение в сезоне, как команда восприняла то, что все-таки прервали победную серию из шести-семи матчей подряд. Ну, в этом году сезон, я считаю, не совсем стабильный у команды. Где-то есть у нас спады, где-то находим свою игру. Думаю, расстраиваться не стоит, так как в этом году, благодаря Федерации хоккея Республики Города, студенческая хоккейная лига была поддержана, и ребята вдоволь наиграются, так как играем два круга, и плюс в финальной стадии четыре команды, которые разыграют звание чемпиона. Наверное, расстраиваться не стоит пока, но выводы определенные нужно сделать, так как, наверное, ребята расстроились, так как не хватило немного для попадания в финальную стадию по Волжской либической хоккейной лиге. Но, думаю, ничего страшного. Да, мы, наверное, не смогли рассчитывать на ряд игроков во встрече с КАИ, но те игроки, которые пришли на игру, в принципе, должны были показывать игру. Много ошибок сделали. Ну, в следующей встрече, думаю, во втором круге мы исправимся и порадуем своих болельщиков. Ну, вот мы все прекрасно понимаем то, что в лиге всего три команды, которые способны бороться уже за победы. Это Университет спорта, это КАИ и Казанский федеральный университет. Все-таки говоря про матч с авиационным институтом. Первый период прошли более-менее равно. Во втором периоде все уже пошло не по сценарию Казанского федерального университета. Очень много шайб пропущено, очень много моментов упущено было. Именно второй период стал ключевым. Почему? Ну, я говорю, начали допускать много ошибок. Наверное, очень долго задерживались на площадке, не менялись вовремя. Но есть моменты, которые нужно справлять, которые нам виднее, виднее команде. Сейчас, наверное, пока рано говорить об этом. Будем работать, будем исправлять, двигаться дальше. Перейдем к матчу с Медицинским университетом. 7-0, уверенная победа. Комментарий после игры. Ну, Медицинский университет, команда не является фаворитом. Но, наверное, стоит ее поблагодарить, что они смогли собраться. В этом году регулярно выступает двумя пятерками. Пусть это не так смешно было, но ребята молодцы, старались. Да. Ну, даже вчера по матчу, вчера, точнее, позавчера, было видно, что иногда были моменты, когда 1-0 мог быть выход. Да, все верно. Опять же, игроки нашей команды где-то расслабились, упускали. Вот. Но на последнем рубеже вратарской линии у нас была надежная. Вот. Да, были моменты, где мы не забивали. Достаточно было количества, где попадали в каркас ворот, но не забивали. Хотели разыграть до верного. Не получилось, в отличие от первой встречи, результат похожий. Ну, результат главной победы, а шайба, я думаю, команда еще забьет. Что ж, благодарю вас за столь интересное интервью. Удачи командам во всех видах спорта, на всех мероприятиях. Дожимаем этот сезон до конца и забираем везде награды, где только можно. Спасибо. Ну и на этом все. Вот такая у нас выдалась неделя спорта. А что будет дальше, посмотрим. Меня зовут Роман Полинсков. Вы смотрели программу «Неделя спорта». Еще увидимся. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова